сейчас будем говорить новый материал который я предлагаю вашему вниманию так вот предыстория чтобы мы понимали что здесь происходит эти сцены идут подряд то есть сначала идет сцена на улице street scene где главный герой детектив я не помню как его зовут там на стене в офисе во второй сцене будет его название кабинета можно посмотреть будет я зову его детектив и две героини ту героиню которую он спасает здесь я зовут гвен авиер гвен просто будем звать ее а значит в этой сцене он и спасает то есть за ним гонится какой-то нехороший гражданин вот вот этот вот с ножичком явно с недобрыми намерениями на жанин с усами детектив собственно въезжает в машине говорит ей типа там садись а она прыгивает в машину и он и спасать все хорошо это первая сцена бандит остается с носом в этой же сцене добавлен момент для которого у нас недостаточно планов но можно попробовать собрать его все равно то есть вообще сцена уличная вот это вот должна закончиться там где машина уезжает вот можно либо вот на этом плане либо вот тут они довольно довольно быстро уезжают что машина тормозится тормозит по концу но тут можно придумать что-нибудь либо там есть другой план где они задом сдают тоже вариант но есть возможность по-другому эту сцену пересыпать а арчер его зовут точно напомню какой-то говорящих это фамилия лучник вот но здесь в конце этой сцены есть некий некая добавочка еще который на самом деле по сюжету вообще не отсюда между ними еще что-то между сцены должна быть какая-то еще другая сцена который у нас нет поэтому вот тут вот вот эти вот этот момент яна с ним что-то общается а нет это все-таки еще от это еще из из этой сцены вот эти два плана вот это их диалог но опять же говорю для того чтобы это сделать нормальным диалогом у нас нет обратной точки на арчера этот актива и поэтому совсем идеально сделать не получится без этого но чушь делать чего нет того нет поэтому в принципе их скажем так не буду даже подсказывать на выкрутиться более-менее можно то есть задача вообще не стоит сделать использовать эти планы но если вы уж захотите их использовать то придумайте как что их оставляет целиком единым куском наверное не следует потому что это будет уже очень затянуто но хитрость есть значит это первая часть морализонского балета здесь в этой сцене он ее спасает ну и вероятно отвозит там куда-то в безопасное место что это за место мы узнаем из второй сцены где он встречает вторую девушку которую зовут дикси по задумке авторов они типа похожи гвена дикси и собственно поэтому слегка прифигел когда увидел гвен который он только что отвез домой у себя в офисе и вот об этом и диалог идет на то есть он подходит звонит бла-бла-бла-бла-бла-бла и говорит квен я шток что отвезти домой и дальше пошел диалог бла-бла-бла-бла он она он она он говорит она отвечает он говорит она отвечает это линейный рассказ этой истории и можно ее рассказывать именно таким образом то есть как задумано было можно рассказывать по-другому например вы можете сделать из этого флешбек то есть начать с офисной сцены и закончить офисной сцены а внутри офисной сцены вставить уличную сцену тоже вариант этот вариант чуточку сложнее и но не стоит сразу бросаться раз сложнее значит делаем именно вот так не всегда раз сложнее значит удачней поэтому ну и скажем так в более сложных вариантах более больше места для ошибок поэтому подумайте она вам нужно вот но это как помните с blind date когда мы я показывал вариант где был отход от линейного повествования там в конце он только этот боб спрашивает ну а вы как познакомились и это было оригинально но ничего истории не давала по факту а даже может быть и отнимала какие-то моменты которые не удалось раскрыть также здесь не цепляйтесь за то что может сделать флешбеком вот также обратите внимание что здесь но я сейчас начну одну из сцен собирать просто для того чтобы как бы какие-то вещи проговорить обратите внимание что аудио для этих сцен лежит отдельно и в принципе вы можете использовать если хотите другие звуки здесь нет музыки кстати если вам нужна музыка пожалуйста можете ее положить тогда не забудьте при оттачить ее к файлам которые к файлам домашнего задания которые будете отправлять вот но мне кажется что музыка здесь не так уж необходимо но разве что если там в нить в начале в конце какую-нибудь мелодию там тему ввести но это уже на ваше усмотрение я бы сделал без музыки плюс здесь вот эти вот два файла для чего используется в некоторых случаях вам придется порезать их диалоги потому что ну это как диалог с аманды и индейцы они будут это не мультикамерный монтаж то есть они отыгрывали каждый каждый дубль заново и поэтому актеры чуть-чуть не попадают могут не попадать а иногда не чуть-чуть там совершенно сильно не попадают вот и в некоторых местах вас вам придется подрезать по звуку какие-то моменты и вы для того чтобы звук дырки по звуку не оставались вот вам отправные точки на еще раз говорю если вам не понравится те шумы которые предлагаются можете использовать свои так давайте подойдем к практическим чем а да 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 и титры то есть вам нужно будет куда-то приткнуть название этого фильма опять же почему бы куда-то все на ваше усмотрение не обязательно что он должен быть в начале больше не скажу ничего можно что-то еще с этим придумать так ну и раз уж мы задали такую раз пошла такая пьянка что мы на каждом занятии использовали разные монтажки я так понимаю что сегодня черед final cut 10 пришел так что давайте это в десятке все буду делать фишка как мы знаем десятки в том что у него нет возможности создавать бины которые вкладываются другие бины но есть возможность работать с ивентами единственное что иногда логичным может показаться создание отдельного ивента на каждую сцену другой на что иногда бывают сложности при использовании материала из одной сцены в другой сцене ну то есть когда он просто отказывается там и не помню в чем проблема была когда копирование материалами то ли он копирует материал то ли он перемещает короче какая-то сложно было с ивентами именно использование их в такой по сценовой работе офисная сцена я линкую клипы то есть не импортирую проекты будут лежать отдельно и в ну вот 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 как раз про это и речь, Артем, что в принципе я задаю структуру для, ну, некого такого большого проекта. И в большом проекте я все-таки разложил бы их по отдельным ивентам, потому что ключевые слова это хорошо, но все-таки лучше, когда это лежит отдельно, тем более, что в десятке есть возможность фильтровать все ивенты, не только в конкретном искать, но и вообще во всех сразу. То есть если мне нужно получить доступ или получить поиск, сделать поиск по, например, трем-пяти ивентам, я могу это сделать. Поэтому это мне развязывает руки, скажем так. Вот, но в то же время есть у меня отдельный доступ к каждой сцене. Вот, так. Это прям будет офис. Желательно, в принципе, как и в других монтажках, отсмотреть материал в режиме play. Но в десятом Final Cut, если вы монтируете, то у вас отдельное искушение работать в режиме скимминга. Вот так вот. Потому что, ну, потому что вы можете это делать. И тем более, что в десяток Final Cut, особенно если вы привыкли работать с не игровыми сценами, а с какой-то нарезкой, скимминг входит уже в привычку. И это хорошее явление, но не для игровых сцен. Потому что, я, по-моему, уже говорил это на первом занятии, можно пропустить какие-то эмоции и можно воспринимать материал не в том ритме, в котором он отснят, а в том ритме, в котором вы скроулите, в котором вы скимите playhead'ом, эээ, скиммером. Вот. А в этом случае это даст вам искаженное восприятие этого материала. Более того, мы же никуда не торопимся. У нас нет эфира, нет ничего. У нас есть некий дедлайн в виде, собственно, сдачи материала, но в виде сдачи домашнего здания. Но этот дедлайн не должен накладывать отпечаток на работу. Поэтому постарайтесь удержаться от совершения и отсмотреть материал спокойно в режиме воспроизведения. А, а что это я начал с офиса монтировать, когда улица нужна? У нас же уличная сцена. Ладно. У нас же уличная сцена первая. Так вот. Это касается, кстати, уличной сцены в том числе. Здесь просто говорят меньше. Все те принципы, которые мы рассматривали на предыдущих занятиях, остаются в силе. То есть, кто главный герой? Это точно обязательно должны установить и монтировать, исходя из этих соображений. Причем, понятное дело, здесь у нас уже мы, вот как в теории монтажа, мы уже переходим на немножечко другой уровень, потому что раньше у нас был главный герой сцены, и он же мог бы быть главным героем нашей микроистории. Сейчас, поскольку сцен две, то у нас возникает понятие главного героя фильма и главного героя сцены. И это, если вы были на курсе теории монтажа, вы помните, что это разные вещи, что они могут не совпадать. В одной сцене у вас может быть один главный герой, в другой сцене другой главный герой, а главный герой фильма вообще третий персонаж. К чему я это говорю? К тому, что можно, например, собрать эту сцену, эти две сцены, с позицией, что в одной сцене у вас главная героиня Дикси, в другой главная героиня Гвен, а вообще главный герой у вас детектив, по фильму, например. Ну, потому что он как бы связывает эти сцены. А можно все во всех сценах делать главным героем детектива? В этом случае все те же самые принципы. Кого больше, того и показываем. Единственное, что в сцене на улице у нас, говорю, сильно в этом плане будет не хватать планов детектива, особенно вот в машине этой сцены, потому что там Гвен очень сильно доминирует своим ракурсом, своей точкой съемки. Но, тем не менее, эти вопросы все равно нужно себе задать. На чьей стороне? Значит, кого я буду давать меньше, кого я буду давать больше. Плюс, на ком я закончу сцену? Потому что, как мы помним, главный герой сцены, тот, кто начинает, тот, кто заканчивает сцену. Не всегда есть возможность закончить на том, на ком хотелось бы. Но, например, если мы будем собирать всю сцену линейно, то заканчивается она, например, вот один из вариантов. Отъездом машины и вбеганием главгада вот так вот. Получается, мы вообще закончили не на одном герое, не на другом герое, не на героине, а на маньяке. Типа, маньяк остался с носом. Мысль хорошая, но помогает ли это нам мысль в чем-нибудь? Не особенно. Ну, то есть, мы закончили на маньяке. Отлично. Вот если следующая сцена начиналась бы как-то с привязкой к этому маньяку, например, у нас есть эти планы, но... А, нет, у нас нет этих планов. В данном варианте. Там он этого усатого дядьку встречает еще у себя в описи. Еще раз. Просто у нас этого материала нет. И он его вырубает. Вот тогда можно было бы остаться на этом дядьке. Тогда он был бы главным героем этой сцены, а главным героем фильма был бы все равно детектив Арчер. Чарли Арчер. Но в данном случае, в том наборе планов, который у нас есть, это бессмысленно делать его главным героем. Он главным героем сцены. Вот. Ну, давайте соберем. Значит, я предположительно начну... Я буду отталкиваться от того, что у меня в каждой сцене будет своя главная героиня. То есть, из этой позиции. Ну, потому что, судя по всему, материал изначально так был снят. Здесь больше акцент на Гвен, меньше акцент на... И даже по длине планов. По длине отснятого материала и по количеству отснятого материала. В каждой сцене больше женщин, чем Чарли Арчера. Поэтому я, собственно, не буду ломать их историю. И начну с того, с чего мне хотелось бы... С чего я считаю, что нужно начать. А, вот еще момент. Некоторые планы сняты под хромакей. Не обращайте на это внимания. То есть, пускай вас не смущает зеленый экран. Здесь, здесь. Детектив там сидит у нас на зеленом экране. То есть, ничего с ними дополнительного делать не нужно. Не нужно их пытаться прокеить. Потому что это не наша задача. Это не входит в курс. Если уж очень хотите, ну, пожалуйста. Ну, прокейте. Но это не требуется. Причем, в современности все больше и больше монтажеру требуется навык не кейинга, а додумывание. То есть, умение смонтировать, исходя из предположения того, как это будет выглядеть уже в прокейном варианте. И с другими тенями, с другим цветом и так далее. Вот, поэтому этот навык даже ценнее. Так вот, я начну с Гвен. Пожалуй, возьму план ее целиком, потому что она довольно мила. Единственное, что есть, есть нюанс. А именно, связанный он с монтажом подвижения. Забабахал ее на тайм-линию. В чем нюанс заключается? С чем я буду ее склеивать? Потому что тут распространенная ошибка, которая отчасти могла быть встречена нами в сцене погони в предыдущем домашнем здании. Длина плана этого и следующего будет зависеть от того, с чем я их стыкую. То есть, грубо говоря, где закончить этот план, я смогу узнать только тогда, когда я приклею следующий план. И откуда начать следующий план, я смогу понять только тогда, когда я увижу их в стыке, в склейке. И почему? Ну, давайте вот такую историю. Нет, не она. Вот она. Так, ну вот, допустим, здесь. Чертов скиминг. Вот. Вот начну ее с момента, когда она входит в кадр. И вот она пошла, 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 пока не продаю этого маньяка. То есть, она достаточно далеко ушла, но еще не появился... Ну, я зову его маньяком, сомнение он не маньяк, а просто этот самый наемный убийца. По сюжету. И приклеиваю этот план. Так вот, в чем проблема? Я думаю, что очевидно в чем. Более того, если я попытался бы даже вот этот... Помните, я говорю, как только глаза покидают кадр, режьте. Глаза покидают кадр вот здесь. Соответственно, если я его обрежу тут, то нестыковка. Какая нестыковка? Это же самое, как была в Аманде. Когда она отходила от кофейного... Это вот, от магазина, который продает еду на улице, не стыкуется по направлению движения, не стыкуется по скорости движения. Ну, и ракурс здесь тоже такой своеобразный. Вот. Как быть? И вот часто вот это вот решение... Извините, вот эта вот нестыковка отталкивает народ от этого решения, что типа, ой, они не склеиваются подряд, не склеиваются в стык. И не только вот про эти планы речи. Иногда вот вы попадаете в ситуацию, когда вот, ну, блин, как же быть-то, они идут в разные стороны. Типа ось нарушается. Ну, во-первых, никакой оси здесь нет, как мы помним, потому что ось это... Ось проводится между двумя персонажами в кадре, а здесь только один персонаж здесь, и один персонаж здесь. Никакой оси нет. Направление движения по экрану, да, нарушается, но для одного персонажа это допустимо, потому что зритель прекрасно понимает, что, ну, здесь одни декорации, один фон, здесь явно какие-то доки, какое-то портовое какое-нибудь место. То есть, явно это не одно и то же. Поэтому тот факт, что нарушается направление движения, не страшно, потому что это разные места. И нет ощущения, что... Как иногда люди любят говорить, она передумала и пошла назад. Ничего она не передумала, это как бы бредовая мысль. Другое дело, что надо бы подчеркнуть, что... Как это можно спонтировать? Добавить воздуха. Дайте ей здесь выйти чуть позже. Как можно исправить? Опять же, я бы поставил двойку человеку, тому преподавателю, который поставил бы двойку за это. Почему? Потому что склейка легко исправляется. Всего лишь добавлением воздуха. Дайте воздух по концу этого плана здесь. И дайте воздух по началу следующего плана. Вот этого. То есть, дайте ей немножечко отбивочку. Сколько? Это сложно сказать, потому что нужно смотреть по движению. Вот она вышла. Я думаю, что здесь я вообще до конца удлинил бы его. вышла. А здесь не сразу вошла. Тоже чуть-чуть. Да, может быть, даже еще чуточку. И все. Проблема решена. Может быть, даже левый план сократить можно. Чтобы хотя бы чуть-чуть у него. Да, вот так. Я, поскольку сейчас не уверен, что в трансляции видно особенно четко, давайте я даже вам, может быть, для вашего удобства укажу, сколько кадров у меня. Вот. До ее вхождения в кадр у меня 3 секунды 19 кадров. То есть, вот эти 3 секунды 19 кадров позволяют сделать из неправильной склейки, за которую действительно можно поставить двойку, потому что другое ощущение возникает. Можно сделать правильную склейку. Если вы смотрели, есть такой замечательный документальный фильм Cutting Edge. Я не знаю, как он на русский уже переведен, наверное, язык. Там разные режиссеры выступают и там говорят, что такое монтаж и так далее. И там очень хорошо Тарантино высказался вот на эту тему. Что иногда вот буквально там 2-3 кадра меняют все. То есть, меняют из неудачной... А я давайте напишу Cutting Edge. И поскольку фильм достаточно давнишний, я уверен, что есть уже русский перевод его на русский язык. Я просто не знаю, как его перевели, как название. Не режущая же бритва как-нибудь. Искусство монтажа, наверное, как-нибудь перевели так. Так вот. И вот там, если вы будете смотреть, вспомните как раз фразу, когда Тарантино будет говорить. Вот он как раз говорит про такие моменты. Когда вы из неправильной склейки просто добавляя или отнимая, не обязательно добавлять. здесь отниманием кадров ничего не решено было, не решилось бы. А вот добавление кадров, да, без проблем. С созданием вот этого вот воздуха. Дальше. Касаемо ракурса. Касаемо, точнее, угла съемки. Здесь так называемый датч-энгл, как только его называют, датский угол, голландский угол, голландский ракурс, скандинавский ракурс. Да, датч-энгл, потому что Ларс фон Триер, да, позиционировал это в своих работах, да, как более динамичный угол и так далее. Повернутую камеру под углом. Мне в данном случае этот рак, такой вот наклон, кажется, ну, несколько избыточным и ничего, в принципе, не привносящим в историю. Поэтому, ну, я, например, чуточку его разверну, даже, потому что, ну, совсем мне тяжело на него смотреть. Хотя, опять-таки, если это режиссерская задумка, то, да, можно оставить. Ну, я чуть-чуть его поверну. Конечно, я вынужден буду, я немножко потеряю в разрешении, ну, потому что я растянул кадр. спать спокойно. Мне так спать спокойно. я не знаю, но я не знаю. Продолжение следует...